мы находимся на производстве собственно компании супротек мы сегодня в гостях у юрия лаврова это директор по департаменту производства директор департамента научно-технического развития компанией мы сейчас расскажем вообще основы производства вообще что это откуда она привозится как она добывается и расскажем про у т.к. расскажем как контролируется качество и начнем с того что основа материала собственно это сырье собственно говоря весь самое главное что есть в препаратах супротек в тревотехнических составах супротек построен на природных минералах это серпентиниты талькохлориты причем они мы используем их не как бы не выход наружный то есть на поверхности какие-то камни да мы производим бурение скважин и достаем на данном случае там глубины там 65 то есть вот смотрите вот цифрыки 64 метра эти все все образцы добываются с разных мест разных глубин и потом вот эти вот все исходники скажем так вот ну увидите стеллажи они все компонуются высчитывается формула идеальная и взаимодействуя как каждого этого стеллажа выбирается идеальная формула таким образом получается идеальный состав который пускается уже в серию собственно если вот вот камешек собственно сам я лукоих вот так вот потеряешь она действительно как тальк но это серпентинит и тальк хлорид здесь действительно есть тальковая порода но если мы возьмем чистый тальк нам привозили естественно испытание чистый тальк то он не работает и вообще очень довольно чем более сложной композиции правильно подобрана тестовым путем тем надежнее работает наш материал это вот керны они называются исходный материал который дальше мы перерабатываем пойдем сейчас посмотрим какие стадии то есть это не непонятно какой-то камень это вот прям вот какая-то вот штука действительно я не видел такого минерала на самом деле в живую чтоб он прям таких такими свойствами обладал он уже на ощупь скользкий да 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 ну пару слов буквально о производстве а этапах и как проходит стадии контроля на первой стадии мы производим измельчение круглой щековой дробилки и как бы мы получаем щебенку после этого измельчаем еще одно щековой дробилки уже получаем практически довольно тонкий материал как это происходит вам вот привозят несколько стеллажей вы берете каждую пробу из каждой детали все это значит значит вот это производство добычи сейчас привезли вот эту партию да здесь вот 22 ящика мы берем из каждого ящика с каждого метра контрольный образец измельчаем тестируем на машинах трения дальше посмотрим и потом находим варианты которые работают когда мы уже окончательно находим варианты мы собираем допустим 80 процентов этого 10 этого там 10 этого и там и так далее какой-то находим правильную композицию по в тестовом режиме то есть методом научного тыка определяем что да у нас снижается кисцент трения снижается температура мы видим под микроскопом слой потом отдаем его на какой-нибудь тестовый двигатель либо на лабораторию где двигатели либо откатываем на уже на конкретном кто захочет открутить свой собственный двигатель в тестовом режиме это когда убеждаемся все мы эту партию запускаем уже промышленность она уже у нас отлажена мы знаем что делать я вот инсайт тут находился и я в принципе могу сказать что действительно прежде это не то что вот привезли грубо говоря вот эти вот камни их измельчили и пустили нет при каждой серии каждом замесом наверно можно будет сказать да любая как каждый считывается своя уникальная формула для именно той породы которая есть в данный момент нет идеальной формулы которые можно постоянно использовать каждую формулу пускают на машине трения это действительно очень большая работа ребята там часами днями как как пятна в этих машинках и каждый минерал пускается там один тест сколько два часа по он проводят самый маленький контрольный тест два часа проводится машине трения большие мы проходим крутим по три трое суток а учитывая что каждый раз эти формулы как-то отличаются то это может и недели и две уйти на поиск вот этой формулы ну и измельчение уже окончательно мы производим вот на мельницах механизм они у нас вот здесь сложный 1 значит исследовательская это для того чтобы когда мы ищем правильную композицию небольших количество не уже шаровое мельница это центробежное илийце а это уже шаровая здесь уже много готовых продукции производим это видно что они в таких больших количествахの Aserideaux и каждую такую партию мы ее тестирует и тоже увидите что да у нас продукции пошла качественно то есть на самом деле это материала не так много, как казалось бы, на первый взгляд. Вычастить, но очень мало. Большая отбраковка идет. Потому что то, что нас не устраивает, у нас уходит в отход. Мы не можем его проехать дальше. Идем все дальше. Упаковочки. Все можете видеть. Это машина СМТ-2. Это машина И-50-18. На Панове принцип у них абсолютно одинаковый. Вот сейчас эту машину готовят к испытаниям. Заливается масло. Можно поднять, посмотреть. Вот он образец, который у нас будет работать. Вот и будет контробразец. Он его будет нагружать. Вот этот неподвижный контробразец. Этот неподвижный, статичный. Этот подвижный. Вот сейчас мы уже производим. Все готово. Собственно говоря, сейчас мы произведем запуск. А, сейчас прям запустим? Да, прям сейчас запустим. Вы нажали? Нет. Ничего не нажал. Готовь. А вот он опускается контробразец. Он будет прижимать образец. То есть нагрузка будет осуществляться через него. Это датчик температуры. Он вставляет, чтобы он не контролирует температуру масла в камере. Сейчас залито тла чистое масло. Это масло Лукоил. Полусинтетика. Вязкостью 10-40. Теперь можно запускать. Значит, сейчас мы производим. Здесь у нас температура масла в камере тоже показывает. Сейчас там 22 градуса. Здесь мы будем регистрировать момент. Собственно, камерем запуск. Мы видим, как у нас щелкнет обороты. Вот этот счетчик циклов. Мы видим частоту вращения. Сколько у нас там уже сходов? Накая лошадка на 900. И мы видим, что сейчас будет увеличиваться. Вин закручивается. Да, вин закручивается. Тянем за собой. Да, я контролирую по прибору, по правому. Вот, правый прибор. Видно, что стрелочек уходит вправо. Да, да, да. Вот, она двигается. Это давление, да? Да, да. Эту нагрузку мы ее припили. У нас увеличился сразу. Помент движения. И температура похлада. И пошла температура. Сейчас она пойдет. Вот она уже прохладит. Тихонечко пойдет. Если мы с этой нагрузкой, потом она прохладит. Ну и вот каждый образец через это проходит. Да, да. Сам вот этот процесс идет 2 часа. Да. Значит, мы работаем приблизительно полчаса на чистом масле. Затем добавляем наш состав. И смотрим, как он работает. Если он работает правильно, у нас идет довольно значительное снижение коэффициента трения. Может быть быстро, может быть плавно. Но, в конце концов, он снижается где-то на 30-50% по сравнению с исходным числем масла. И температура падает где-то на 10% по маслу камеры. Затем мы этот образец достаем, проверяем под микроскопом. Сейчас мы посмотрим 600-каратное значение. Если мы видим слой, все параметры соответствуют. Все, мы его отдаем производству. Часто нам задают вопросы. А вот точно так же работает ваш состав, когда некосиловое покрытие? Сейчас, секунду, пару слов. Некосил – это, в частности, BMW очень любят такими вещами заниматься. Очень много вопросов вызывает это самое покрытие. Собственно, это, конечно, не BMW. Это Polaris, квадроцикл. Блок был снят, вот вы можете видеть. Здесь был страшный перегрев, детонация, что только не было. Короче, хана движку уже абсолютно точно. Но, собственно, это двухтактный мотор. Вообще, казалось бы, бред, конечно. Зачем в двухтактном моторе делать некосиловое напыление? Но, тем не менее. Вот я так понимаю, вы сейчас будете испытывать, как взаимодействовать с некосиловыми блоками. Да, вот мы взяли, отпилили вот кусок, который не работал. То есть, внутренняя часть у него некосила, сохранилась. Взяли его, распилили. То есть, вот смотрите, здесь юбка, которая не участвует в работе. То есть, по сути, там состояние нового двигателя. Поэтому за основу был взят именно вот этот кусочек. Да, вот его спилили второй, да? Вот он. Да, вот точно такой же кусочек мы наклеили вот сюда. То есть, видно... Чтобы использовать в качестве контробразца. Да, над ним уже поиздевались. Есть какие-то результаты. Я их еще не знаю. Мне их еще не говорили. Потому что дальнейшие опыты будут проводиться, к сожалению, без нас. Но нам видеоматериал дадут. И вы обязательно увидите эти результаты. Собственно, вот эта вот часть является неподвижной. Она закрепляется там и трется о подвижной роли. Правильно? И потом вы это разглядываете под микроскопом. Да, мы сейчас статьи посмотрим. Давайте посмотрим. Давайте глянем. Мы ее сейчас сравним с исходной поверхностью, которая вообще не работала. Это электронный микроскоп. У него 600-кратное увеличение. И он позволяет, в общем, на мониторе... Сейчас мы наведем резкость. И увидим, собственно говоря... Вот можно уже, если нормально видно, да? Вот это то, что образовалось после работы уже с нашим составом Сопротека. А теперь давайте... Как можно отличить налет Сопротека? А вот его сейчас визуально мы даже увидим. Сейчас мы сдвинем то место, где не было испытаний. Саша, тут резкость. Вот она, да. Делай резкость. Вот исходная, Павел, виден хон. Это хон. Исходная, да. Косые вот эти полосы. Да, вот это исходное некосиловое покрытие. Ну, еще раз вернем на обработанное. Перевернем на обработанное. Вот она, как она, подвижнее резкость еще. Видно, что она закрыла ее какой-то шубой. Это вот есть тот слой, который и работает. Все четко и наглядно. Он закрыт. Видно, что он ушел туда, вниз. Угу. Вот, после всех испытаний, проб и ошибок, появляются какие-то пробы, результаты которых мне, конечно, неизвестны. Я думаю, в этом только спецы разберутся. Вот тут на них всякие разные цифрики. Как мне сказали, у них какие-то разные свойства в каждом конкретном экземпляре. Потом все эти экземпляры, я так понимаю, обрабатываются и выводятся в формулу. Этот готовый материал уже перемалывается. Получается, порошок готовый уже. Этот порошок отправляется в вашу лабораторию по обогащению. Ну, вот, допустим, мы нашли правильную композицию урена. Значит, для того, чтобы дальше получить у него уникальные свойства, необходимо его... Прома, это значит, уже в промышленность пошло. Да, это уже как раз промышленное производство. Значит, мы дальше эту пробу, необходимую партию, отправляем на обогащение. Обогащение заключается, в принципе, в том, что происходит активация минерала. Потому что вообще принцип работы наших частичек, их измельчают до того размера, когда у него появляются свободные связи. Они именно правильно и работают. При нужном химическом и бетросоставе они работают. Но для того, чтобы это было более активно, они проходят стадию активации. И кроме того, туда еще добавляется некий наш ноу-хау материал в небольших количествах, который способствует наиболее вероятному воздействию на наш механизм. Меня туда не пустили. Там снимать запрещено. Ну, теперь по основе, да, наверное? А, основа, да. Собственно говоря, вот основа. Самый главный вопрос. Смешивается со мной, насколько безвредна она для других типов масел, для любых мотоциклетных, автомобильных. Значит, ну, здесь надо сказать, что вот, собственно говоря, работает тот материал уже, который готовый, обогащенный, да, с нашими добавками. Но для того, чтобы порошок, ну, не можем поставить, да, для того, чтобы его для начала просто размешать и куда-то залить, нужно его во что-то залить. В качестве основы мы используем две, вернее, мы используем две основы для производства масла, которые не содержат никаких присадок, из него потом дальше, в дальнейшем производят масло. Две основы разной вязкостью, высокой и низкой, для того, чтобы получать необходимую вязкость. В данном случае вот меньшая вязкость основы, которую мы смешиваем с другой основой. Проще говоря, в любом, абсолютно любом, в любой точке мира масла за основу берется вот такое масло. Уже от купажа присадок, которые в него добавляют, вы получаете дизельное масло, автомобильное масло, бензиновое, мотоциклетное масло. То есть это может быть абсолютно любым маслом, в зависимости от того, какое количество и каких присадок вы сюда добавите. Потом добавляется стандартный пакет, если это моторное, если может быть и различные индустриальные масла. Но в любом случае у них есть общая основа, совершенно без присадок, поэтому мы ему совместимы с любимыми типами масел, потому что нет воздействия на стандартный пакет присадок, который и так еле-еле сбалансирован химически. Поэтому и наш минерал химически нейтральный, и основа химически нейтральная, поэтому абсолютно совместимы, никаких реакций. Ну, в принципе, это все, куда нас допустили с камерой. Итак, честно говоря, вот не в обиду будет сказано, я думал, это какая-то действительно нашарашкина контора, непонятно, где там в подвале чего-то там делают. На самом деле, то, что я увидел, меня довольно сильно удивило. Тут настоящее массовое производство со своими химическими, физическими лабораториями, всеми испытаниями, все как надо. То есть, полноценное большое производство. Ну, учитывая то, что компания прожила без малого 15 лет, ну, это действительно, это срок, который заслуживает уважения. И то, что я увидел, мне очень понравилось, действительно. Скажем, большое спасибо за экскурсию. И мы еще не стоим на месте, мы развиваемся дальше. Точно, да. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 с компанией Suprotec, здесь он находится, здесь также есть салон Suprotec. Я сейчас в двух словах буквально расскажу и покажу, что тут есть, чего достигла компания за этот огромный-огромный, я считаю, срок 15 лет практически. Компания на рынке существует. Пойдемте. Ну, собственно, вот основная линейка продукции. Я сейчас не буду заострять внимание на каждую в отдельности, я просто покажу, чего достигла компания. Вот основной стенд, вот вывеска, все, что здесь есть, все эти продукты. Собственно, вот главный виновник торжества. Собственно, в этом, наверное, в большей степени и наша, в том числе, с вами заслуга. Это Mototec 2.4 для двухтактных и для четырехтактных моторов. По нашей просьбе и по нашим рекомендациям она выпустилась. Вот как горячие пирожки, еще нет ценников, ничего нету, вот просто стоит на витрине. Ну, давайте посмотрим на дипломы и сертификаты. Я, честно говоря, даже не знаю, на что тут конкретно заострять внимание, потому что огромное просто количество дипломов, сертификатов и всяческих-всяческих наград. Просто колоссальное количество. Наверное, даже на стоп-кадре сложно будет прочитать, что здесь есть, но действительно огромный-огромный результат. Ну, не каждая компания действительно проходит такой долгий срок, и это дорогого стоит. Продолжение следует...